Невозможно на камеру передать красоту Meizu 16 и те ощущения, которые дают мне, когда я держу телефон в руке. Такого благородства нет даже в телефонах за 30-40 тысяч рублей. А здесь у нас просто настолько премиальный телефон, настолько тут все благородно сделано, то что камера реально не может передать. Вот поэтому я такой телефон купил для использования в 2021 году. Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов. Я в 2021 году купил новый Meizu 16 на сайте Алиэкспресс по остаткам примерно за 16 тысяч рублей. И у этого телефона AMOLED дисплей, очень крутой, мощный процессор, который лучше, чем все процессоры 700 серии. И таким образом мы получаем очень крутое предложение за относительно небольшие деньги, потому что мы в руках держим настоящий флагман. Почему про этот телефон я так уверенно говорю, еще не раскрыв коробку, потому что этот телефон у меня уже был в 2019 году. Я его покупал и сейчас в 2021 году он мне кажется таким же актуальным, как и тогда, потому что за 16 тысяч рублей мы можем купить, ну, только, наверное, бюджетные или среднебюджетные смартфоны. А в этом смартфоне сделано круто абсолютно все. Конечно, есть какие-то компромиссные моменты, о которых мы поговорим. Я уже открыл коробку и даже ввел сюда свой Google аккаунт. Давайте посмотрим на комплектацию и поговорим немножко о том, почему этот телефон крутой и очень актуальный даже в 2021 году. Во-первых, в этом смартфоне, конечно, идеальный дизайн. Он просто поражает. Очень крутой. Много лет прошло, потому что смартфон выпускался в конце или в середине 2018 года. Но он до сих пор актуальный по очень многим параметрам. У него очень крутое железо. 845 Snapdragon это лучше, чем все Snapdragon 700 серии. То есть, 765G, 732G. Все они слабее, чем 845 Snapdragon. И за 16, ну, может быть, 17 тысяч рублей мы получаем очень качественный AMOLED дисплей. Таких дисплеев нет в этой ценовой категории. Немножко оставим в сторону и посмотрим на комплект. Вообще, сама коробка тоже очень премиальная. Тут все сделано очень хорошо. Чехол мне, честно говоря, не понравился, потому что в первый раз он очень быстро пачкался. Ну, не пачкался, а такие микроцарапины появлялись. Но видите, как здесь все сделано. Бумажка, здесь лоток в лотке. То есть, в смартфонах за 16-17 тысяч рублей вот такого нет. Здесь у нас целая макулатура USB Type-C, USB Type-A. Здесь есть быстрая зарядка. Смартфон обладает не самой большой батарейкой в 3000 мАч. Но заряжается смартфон довольно быстро, примерно за час двадцать. Теперь, значит, у нас вот так вот, получается, мы сюда ставим вот такой чехол. И у нас, получается, края, а края у нас здесь, это металл, они у нас ощущаются как бы в руке. Этот чехол очень быстро царапается. Я повторюсь, я говорю про этот телефон очень уверенно, потому что этот телефон у меня уже был. Потом я его продал, покупал еще обычный Meizu 16. В общем, я знаком с смартфоном Meizu. Долгое время я пользовался, а самый мой первый телефон от Meizu был Meizu M6. Во-первых, он выглядит точно так же круто, как и, скажем, старенький iPhone. Время проходит, а крутизна не проходит. Очень крутое устройство, ощущения в руках. Просто не передать, насколько он лучше, чем, скажем, не знаю, вот, скажем, вот такой вот средний бюджетный телефон, который по цене стоит столько же. Конечно, у этого телефона есть свои нюансы, но мы об этом тоже поговорим сейчас. В этом телефоне нету темной темы, потому что здесь Android 8. И Flyme особо не обновляется, потому что вот одно обновление он сейчас получает, и больше телефон не обновится. Вышел Flyme 8 до китайского рынка, в России его нет. Смартфон продавался в глобальной версии. Изначально все здесь русское. И в отличие от Honor в Huawei сейчас, здесь есть Google сервисы. То есть мы купили смартфон за 16 тысяч рублей, премиальный телефон, и сразу же пользуемся. Другой момент, то, что мне очень понравилось, я забыл, то, что в этом телефоне есть запись звонков. То есть здесь звонилка не от Google, а как сейчас навязывается нам компанией Google, а здесь у нас есть запись звонков. То есть мы можем автоматически сделать запись звонков. Это очень круто, и опять-таки, почему я говорю о премиальности, то, что здесь очень крутой виброотклик. Сейчас на презентации Xiaomi Mi 11 вы об этом очень много рассказывали, и у меня был конкурент Meizu 16, Xiaomi Mi 8. Там был очень мерзкий виброотклик, это может быть не так важно, но как раз-таки за мелочи складывается вся картина. Дисплей у нас здесь Super AMOLED, это производство Samsung, и, конечно, это у нас телефон без вырезов. Meizu не поддалась тогда тенденции, тот же Mi 8 был с вырезом, и сделал ровный дисплей, симметричный. Это очень круто, телефон легкий, он весит 152 грамма. Сейчас, по сравнению со всеми лопатами, телефон выглядит изящным, и 6-дюймовый дисплей позволяет нам вполне пользоваться комфортно этим телефоном, потому что это не маленький дисплей. И в руках, и тонкость этот телефон реально очень удобный эргономически. Небольшое отступление, я в наших обзорах не говорил подписываться на канал и ставить лайки. В итоге мы видим, что 97% нашей аудитории смотрит нас без подписки. Если вам нравится видео про смартфоны и наш канал, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что это помогает развитию канала. Теперь немножко про камеры. Здесь у нас две камеры, это оба честные камеры, потому что, в отличие, скажем, от этих четырех камер, здесь по факту две камеры, здесь две камеры, и оба здесь работают. Здесь нет сверхракогольной камеры, зато есть телефотообъектив. Ну, вот так скажем, который позволяет нам приближаться во время съемки видео без потерь. Это просто модуль, который снимает на близком расстоянии двойной зум. У нас здесь 12-мегапиксельный модуль основной и 20-мегапиксельный. Обе камеры от Sony. В основной камере есть оптическая стабилизация. Где за 16 тысяч рублей мы можем увидеть оптическую стабилизацию в камере? Наверное, нигде. Здесь у нас есть лазерный автофокус, типа как лидар у айфонов 12-х. И у нас здесь 6-диодная вспышка. 6-диодная вспышка. Такого сейчас практически никто не делает, кроме айфона. У них там 4-диодная вспышка. По всем параметрам этот телефон очень крутой. В свое время я делал очень много фотографий на этот телефон. Качество фотографий очень хорошее. Здесь можно поставить Google камеру и в ночное время использовать ее. Очень много модов есть Google камеры. Поэтому, если мы хотим максимум получить фото возможностей, то, наверное, Measure 16 это еще и один из лучших фото смартфонов. Потому что за эти деньги мы получаем достойные камеры. И в минимальной конфигурации у этого смартфона 6.64. Есть еще версия 8.128. Мы их уже на Алиэкспресс раскупили. Поэтому остались только версии 6.64. Здесь нет карты памяти. Только у нас получается поддержка двух сим-карт. Вы видите, что это? Это полноценный металл. То есть, все здесь металлическое. Если мы посмотрим на те же смартфоны за 20 тысяч рублей, то там эти штуки, эти лотки, сим-лотки, они пластиковые. И во флагманах, как обычно, в те времена, но и сейчас, не ставили разъем 3.5 мм. Здесь у нас имеется разъем 3.5 мм. Здесь у нас, конечно, Type-C. И у нас имеется стереозвук. То есть, здесь у нас звук идет и отсюда, и отсюда при просмотре видео. Телефон 2018 года, у него фишек круче, больше, чем сейчас в смартфонах за 20 тысяч рублей. Дело в том, что Meizu тогда был реально флагманским брендом. Сейчас флагманских брендов на Android остался только, наверное, Samsung, потому что Huawei без Google сервисов. Ну, а Xiaomi всегда позиционировались как более доступные устройства. Тот же флагман Mi 11, он очень много компромиссный, потому что там нет водозащиты, там нет даже телефотообъективов в смартфоне за 600 с чем-то долларов. Тогда Meizu был тем, наверное, премиальным брендом, который конкурировался с Samsung или с iPhone. Тут даже склейшот делается точно так же, как в iPhone. То есть, мы нажимаем на кнопку питания, и на верхнюю кнопку, а не на нижнюю, вот на всех Android. Такая же система управления, как на iPhone. Вообще тут минимализм. Вот мы включили телефон, и тут нет ни одного встроенного приложения. Вообще, то есть, никакого левого, никаких сервисов Яндекса, никаких Авито, Букингов, Оперы, ничего нет. Минимализм. То есть, Meizu этим был и круто, что здесь ничего лишнего не устанавливали в свои устройства, потому что это было флагманское устройство. Это были премиальные телефоны, а не то, что сейчас Xiaomi включаешь, и 20 минут только удаляешь встроенное приложение, и когда нажимаешь, скажем, на безопасность, какую-то очистку делаешь, тебе выскакивает реклама в Xiaomi. Здесь такого нет. Тут, то есть, телефон изначально флагманский, он стоил дороже, зато этих левых косяков, как делает сейчас Xiaomi, этого здесь сейчас нет. Из-за того, что это восьмой Android, здесь нет темной темы, но, честно говоря, на моем Samsung Galaxy S7 Edge тоже нет темной темы. Но все приложения поддерживают темную тему, и я поставил здесь не темную тему, а просто тему, которая сделана с темным оформлением. С черным цветом поставил черные обои, и все приложения поддерживают темную тему. Тут же Instagram, ВКонтакте. То есть, можно это все обойти, и AMOLED экран, мы знаем, что при работе с черным фоном, очень мало тратит энергию. Поэтому здесь, можно сказать, темную тему это не минус. А что минус в этом смартфоне? Минус в этом смартфоне то, что здесь нет NFC. Я знаю, что для многих критично наличие NFC в телефоне, но я хочу сказать, что это все-таки больше молодежь. У моего отца iPhone, у моей мамы Honor, в этих смартфонах есть NFC. Они не пользуются NFC, вообще не включали ни разу. Им это неинтересно. И также очень много людей, у которых есть NFC в телефоне, не пользуются. Бытует мнение в интернете, что NFC это очень важно. Нет, обзоры наши смотрят в основном молодежь. То есть, те люди, которые реально пользуются там всякими интернет-покупками, всяким таким. Больше, чем половине населения NFC не нужно. Лично я не пользуюсь NFC, достаю мою карточку, прикладываюсь на, да, вообще пользуюсь наличкой. То есть, NFC это не так критично. Для многих, я уверен, запись звонков встроенная важнее, чем наличие NFC. Оболочка Meizu очень стильная, очень красивая, но здесь нет некоторых элементарных функций, потому что здесь невозможно поставить 5 ряд иконок. Но это решается вопрос путем установки, скажем, любого стороннего лаунчера. Тот же Poco Launcher здесь спокойно работает. Поставили, у нас уже получается кастомизированная тема. А вот все, что есть уже в этом смартфоне, сделано все очень красиво. Даже в 2021 году смотрится реально очень хорошо. У меня в 2019 году был белый телефон. Сейчас я решил купить черный телефон. Он очень крутой. Вообще, конечно, есть Meizu 17. Во-первых, он очень дорогой. И там нет глобальной версии. То есть, я не хочу, честно говоря, сталкиваться с этой китайщиной. Но я решил, что я хочу попробовать использовать Meizu 16. Мне нравится его камера, мне нравится его дизайн, мне нравится его великолепный дисплей. Мне нравится виброотдача, стереозвук. В общем, я думаю, что за 16-17 тысяч рублей этот телефон полностью оправдывает свои деньги. Я этим смартфоном буду пользоваться. И если какие-то вопросы у вас есть, то, что хотели бы вы, чтобы я проверил, напишите в комментариях, потому что я уже на него сделаю полноценный обзор в 2021 году использования этого смартфона. Спасибо за просмотр. До новых встреч.